Казахстан Официально Казахстан во Всемирную торговую организацию примут 15 декабря на 10-й министерской встрече стран-участниц организации в Найроби. Об этом сообщила министр по делам интеграции Жана Райджанова. На сегодняшний день мы завершили все переговоры и, как вы знаете, в конце июля глава государства подписал пакет, протокол о присоединении Казахстана к Всемирной торговой организации. Но те условия, которые Казахстан принимает при вступлении в ВТО, они прежде всего нацелены на улучшение существующего инвестиционного климата в Казахстане. И, конечно же, реализация Казахстана наших договоренностей в секторах услуг по отмене тех ограничений, которые на сегодняшний день существуют в отношении участия иностранного капитала в компаниях, которые открываются на территории Казахстана. Кроме того, отмечается, что отечественные чиновники рассчитывают на получение от США статуса permanent normal trading relation. Также есть надежда и на то, что Европейский Союз предоставит Казахстану статус страны с рыночной экономикой. Членство ВТО также является существенным шагом на пути Казахстана к следующему рубежу – присоединению нашей страны к клубу наиболее развитых стран мира, организации экономического сотрудничества и развития. Хотелось бы подчеркнуть, что правительство Казахстана ставит перед собой такую амбициозную задачу. Казахстанский космический аппарат КАСА-2 станет самоокупаемым уже в этом году. Следующий – КАСА-3 в 2017-м, когда большая часть операторов связи начнет пользоваться услугами отечественного спутника. По словам чиновников, для таких оптимистических прогнозов существует реальная почва. Нынешняя экономическая ситуация, в которой пользование КАСА-3 будет дешевле, чем иностранных спутников. Тем более, что по информации экспертов, качество самого комплекса на высшем уровне. Только в Казахстане из всех стран СНГ используется самая современная техника. Да и в разрезе кадрового обеспечения отбор ведется жесткий. Работают на резервном комплексе исключительно казахстанцы. К слову, по словам сотрудников центра, на территории комплекса возможно появится телепорт или наземная передающая станция космической связи. Тем более, что уже подписан меморандум с китайской компанией Чайна САТ о сотрудничестве. По документу планируется обмениваться опытом и развивать взаимовыгодные контракты. Состоялась официальная церемония запуска второй очереди магистрального газопровода Бейнио-Бозой-Шумкент. Его строительство входит в госпрограмму индустриально-инновационного развития страны. Благодаря данному проекту стало возможным стабильное обеспечение Юго-Республики отечественным природным газом с западных месторождений. Завершение этого проекта планировалось на апрель 2016 года. Однако введен в эксплуатацию газопровод на пять месяцев раньше, аккурат к началу отопительного сезона. Введение в эксплуатацию газопровода участка Бейнио-Бозой является историческим по своей значимости, потому как соединил в единую газотранспортную систему все магистральные газопроводы страны. Это позволило диверсифицировать транспортировку газа по территории Казахстана в любом направлении и полностью исключить зависимость от импортного газа. Также отмечается, что при строительстве второй очереди газопровода удалось сэкономить около 150 миллиардов тенге или 500 миллионов долларов США. Напомним, благодаря магистральному газопроводу газ получат дополнительно 577 населенных пунктов на юге страны. Кроме того, ввод в эксплуатацию этого проекта позволит соединить в единую транспортную систему все магистральные газопроводы Казахстана. Союз, Средняя Азия, Центр, Бухара, Урал, Газли, Шимкент, Казахстан, Китай. И на этом у меня все. Мы продолжим следить за новостями корпоративного сектора. Оставайтесь на канале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА